В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В ходе экологической акции берег реки Купеленка очистили от мусора. Я желаю всем быть ответственными людьми. Убирайте за собой на природе. В Ленинском городском округе задержали организатора подпольного цеха по пошиву одежды. Какие граждане работали? Граждане вьетнамцы. Вьетнамцы. Что они там делали? Что производили? Защевали детские одежды. В Виновской детской школе искусств прошла 10-я юбилейная олимпиада воскресных школ. Эта олимпиада стала таким итоговым мероприятием в конце учебного года воскресных школ. В минувшие выходные на берегу реки Купеленка прошла экологическая акция. Хорошая погода способствовала уборке берега от бытового мусора. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. На берегу реки Купеленки в рамках всероссийской акции «Вода России» прошел субботник, целью которого было очистить территорию от скопившегося бытового мусора. А мероприятие было объявлено заранее в социальных сетях. Этот водоем был предложен в Министерство экологии, в том числе, по обращениям граждан близлежащих деревень, новых построенных микрорайонов. И на основании этого, соответственно, вынесли данную территорию на объект. На призыв откликнулись не только местные жители, но и активные граждане. Многие из них любят гулять в этом месте и явились на уборку по зову сердца. Сразу несколько учителей из Видновской школы номер 10 пришли сюда вместе со своими учениками. Мы здесь с детьми постоянно гуляем, и приятно пойти по чистому берегу реки прогуляться, когда оставляют мусор. И я желаю всем быть ответственными людьми, убирайте за собой на природе. Очень хорошо, что сегодня пришли сюда семьи с детьми, потому что экологическое воспитание начинается с младенчества, с маленького возраста. И дети видят, как помогают взрослые окружающей природе, и они берут с них пример. Поэтому эта акция объединяет не только взрослых, но еще и маленьких детей. И действительно, даже самые маленькие участники экологической акции внесли немалый вклад в общее дело. Мне будет приятно гулять по этой территории, потому что я тут вложила в себя тут все. Всего в субботнике приняли участие около ста человек. Очень быстро берег реки был очищен от бутылок, пакетов и битого стекла. Решили семьей помочь, облагородить то место, где живем. Живем здесь рядом. Поэтому это обычная, наверное, история для нас. Весь собранный мусор был отправлен на сортировку и дальнейшую утилизацию. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Полицейские задержали подозреваемого в организации незаконной миграции в Ленинском городском округе. По данным следствия, предприимчивый житель Владимирской области арендовал дом в поселке Развилка и оборудовал в нем цех по пошиву одежды. Персонал нашел в интернете. На предприятии трудились 24 мигранта из Юго-Восточной Азии. Жили там же, прямо в цеху. Как оказалось, 22 из них прибывали и трудились на территории России незаконно. Какие граждане работали? Граждане вьетнамцы. Вьетнамцы. Что они там делали? Что производили? Защивали детские одежды, шорты, футболки. Вы это все организовали? Вы как работодатель были? Да, да. Зарплату платили им? Нет, только мы с 2 апреля начали же. Иностранцев оштрафовали на 5000 рублей и отправили на родину, а на организатора нелегального цеха возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. В Видновской детской школе искусств состоялась 10-я юбилейная олимпиада воскресных школ. В этом году она была посвящена подвигу новомучеников и исповедников русской церкви в 20 веке. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. В зале детской школы искусств собрались учащиеся воскресных школ видновского благочиния в возрасте от 8 до 12 лет, чтобы показать свои знания, которые они усвоили на уроках в течение учебного года. Эта олимпиада стала таким итоговым мероприятием в конце учебного года воскресных школ. Обычно она требует подготовки, конечно, и усилий со стороны детей, со стороны руководства воскресной школы, настоятелей приходов. Поэтому, безусловно, в ней принимают участие только такие большие храмы, которые могут себе это позволить. Но дети ждут этого дня, готовятся. Многие желают участвовать из года в год. Арина Анечкина, учащаяся в воскресной школе «Светоч» Александра Невского храма города Видное. В олимпиаде принимают участие третий раз. Девочка рассказывает, что самое главное – это хорошая подготовка. Создатели данной олимпиады обычно высылают нужные данные, какие-то книги, которые нужно прочитать, по которым надо готовиться. И мы всегда, каждый год, каждую олимпиаду, мы собираемся всей командой и подготовимся, читаем весь материал. Самое сложное вообще в олимпиаде – это, как по мне, раздел с историей, потому что там очень много дат, очень много имен, которые все нужно запоминать. Естественно, находя вопросов в олимпиаде, будет мало всего три по этой теме. И никто даже не знает, ну, именно по какому абзацу, по какому отделу будет вопрос. Участников соревнований поддерживали их друзья, родители и преподаватели. Настоль замечательный. Ребята, им весело, им хорошо, а значит, и будет хорошее, интересное состязание. Ничего они не боятся, на сцену ходить не боятся. Ну, наверное, будет им на сцене страшно, но сейчас им ничего не страшно. Это же настрой хороший. Очень сложные вопросы. В этот раз добавился еще один конкурс по истории церкви. И вопросы реально сложные. Я сама тоже не смогла бы это выучить, на самом деле. Вот, так что ребята молодцы. Мы читали все. Я делала упор также на историю и на новый Ветхий Завет, на даты. Начался конкурс домашнего задания. Каждая команда подготовила небольшую театральную постановку. Далее участникам Олимпиады предстояло ответить на несколько вопросов по Ветхому и Новому Заветам, а также истории Русской Церкви. Какое действие должен был совершить Моисей по повелению Бога, прежде чем приблизиться к неопалимой купине? Время пошло! Дмитрий Елфимов, учащийся в православной гимназии имени Серафима Саровского, стал участником обязательного этапа Олимпиады – конкурса капитанов. Я почти все время до конкурса занимался именно ответами на вопросы в конкурсе капитанов. Там вообще должны спрашивать про великомученика Вениамина Казанского. На юбилейной Олимпиаде воскресных школ присутствовал архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Он отметил хорошую подготовку участников соревнований. Ребята обладают, я бы сказал, такими недюженными знаниями, потому что какие-то вопросы были очень точечные, очень узкие. И эти ответы должен знать только человек тот, который действительно глубоко занимается. Но самое главное, что вот эта добрая, хорошая, положительная атмосфера, которая царит в зале и на уроках в воскресных школах, она, эта атмосфера, налагает очень хороший отпечаток на детские сердца. По итогам соревнований победителем Олимпиады стала команда «Светоч». Второе место заняли воспитанники воскресной школы при храме Георгия Победоносца. А третье – у команды «Логос». Все призеры соревнований получили кубки, медали и подарки. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На стадионе «Металлург» прошел матч первенства России по футболу среди команд-клубов футбольной национальной лиги 2. Видновчане на этот раз сразились со спортсменами из пензенского «Зенита». Игра вышла весьма напряженной и непредсказуемой. Это уже вторая встреча «Видновского металлурга» с пензенским «Зенитом». Первая в апреле закончилась ничью. И фанаты надеялись, что следующая игра все же переломит счет в пользу наших футболистов. На первом месте наши соперники. Ну мы отстаем, конечно. Но все равно поднялись. Вот последние три игры, последнюю проиграли вот в Калуге. А так три игры выиграли и ничью там. Так что вроде успех есть. Здесь чехарда, тренерская чехарда у команды. Поэтому привыкать к одному стилю игры, потом меняется другое, третье, пятое, десятое. Средненько. Но я думаю, что поправить. Надеемся, что Дмитрий Викторович пришел. Надеемся надолго. Пришел поболеть за брата. Ну и игра в основном тоже интересует. Интересует, как развивается наш футбол в стране. И вообще в целом, как развивается спорт. Победа будет. Сто процентов будет победа. На другое я не рассчитываю даже. Витовчане с первых мгновение атаковали ворота «Зенита». И на восьмой минуте Михаил Жапкин открыл счет. На тринадцатой минуте мяч снова едва не влетел в ворота соперника. А вот на двадцать шестой счет уже был 2-0. После удара Марата Бураева. Казалось бы, какое многообещающее начало. Но добившись комфортного счета, видновчане немного расслабились и избавили темп. Этим и воспользовались пензенские футболисты. В итоге на тридцать шестой минуте в результате ошибки нашего вратаря «Зенит» забил свой первый гол. Второй тайм, увы, не принес видновчанам новых голов. На восемьдесят девятой минуте пензенцы сначала заработали пенальти, а затем его реализовали, сравняв счет. «Металлург» попытался восстановить перевес, но, увы, вскоре снова получил мяч в свои ворота. Таким образом, игра закончилась со счетом 2-3 в пользу пензенского «Зенита». Для болельщиков увлекательная игра была, да, много голов, много событий, но первый тайм, конечно, нам 20 минут удалось, потом 25 минут преимущества имела команда соперника. Впереди у «Металлурга» встреча с тульским «Арсеналом-2» 28 мая и с «Ахалином» 5 июня. Обе игры пройдут на выезде. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.